ПОДПИШИСЬ! Как правило, на этих фразах ни у кого никогда проблем не возникает. У вас они встречались уже в предыдущем задании. Когда вы читали тексты про встречу, вы тоже видели, что, например, если мы возьмем первый текст, он был очень таким, роскошно выглядел, и я тут же прямо на него запала. Он был, а я вот прям. Поэтому здесь как раз обычно проблем нет. Однако, есть два сложных случая, которые для русскоязычных немножко, ну, бывают не всегда очевидны. Первая фраза, про которую я говорю каждый раз, знаменитая фраза «Я не читал эту книгу». Когда вы говорите фразу «Я не читал эту книгу» по-русски, что вы вкладываете в эту фразу? Вкладываете ли вы, что «Я вот не сидел и долго не читал» или тот факт, что книжка вам не знакома? Мне кажется, всё-таки второе. Поэтому фраза «Я не читал эту книжку» конечно же на французском языке будет выглядеть как «Je n'ai pas lu ce livre». Давайте посмотрим. «Je n'ai pas lu ce livre». Мы используем. Хоть в русском и говорим «Я что делал, не читал», но вот это как раз тот момент, когда русский язык нам не в помощь, а наоборот он нам мешает. Здесь именно в русском будет такое несоответствие. Во французском всё логично. Результат. «Я не читал книжку». «Я не прочитал книжку». Соответственно, «Je n'ai pas lu ce livre». Например, «Я не смотрел это кино», «Я никогда не был в Египте», «Я там, не знаю, не прыгал с парашютом». «Что по-русски всё время что делал, что делал». «Je n'ai jamais été en Égypte», «Je n'ai pas vu ce livre», etc. И, наконец, ещё один момент, который тоже вызывает определённое затруднение, это когда у вас в вашей фразе встречается некое ограничение по времени. Ну, например, самая типичная фраза из всех учебников, но вот на ней хорошо запоминать. «Шёл дождь всю ночь». «Дождь то дело шёл». Как бы «am parfait», как бы всё логично. Но всю ночь. А ночь закончилась. Раз промежуток времени закончился, значит и действие закончилось. Если я скажу, значит, у меня шёл дождь всю ночь, то я обязана буду использовать «passer composé». «И la pluie toute la nuit». Ночь кончилась и действие кончилось, и мы точно знаем, что оно завершилось. Поэтому внимание на такие фразы. Не путайте эти времена. Пусть русский язык вам здесь, вас держит всё равно на стороже. Не полностью... Не полагайтесь полностью на этот вопрос, что делал, что сделал. Это будет ошибочно. Всё-таки думайте. Прежде всего, задавайте себе вопрос, кончилось действие или не кончилось. До новых встреч! До новых встреч!